Если вам нужно утеплить и отделать лоджию, положить ламинат, устроить подиум в квартире, смонтировать потолки или перегородки из гипсокартона, установить дверь-купе, произвести другие отделочно-строительные работы, то вы можете сделать заказ по телефону 8903-689-3623. Оттис Бигл и в самом деле съехал из клуба Pacific Athletic, который был ему настоящим домом в течение многих месяцев. Он провел бессонную ночь. Ну, разумеется, ему не следовало увольнять Джо Пилла. Тем более, что он попал в поле зрения полиции, и теперь только Джо Пилл мог помочь ему выпутаться из этой недели. Неприглядной истории. Наверное, парню действительно не повезло, и его банальнейшим образом обворовали. Берт Фаулер выплатил Биглу тысячу долларов за датка, и если Пилл распутает это дело, то Биглу перепадет еще целая тысяча. И это помимо тех девяти сотен долларов, которые он выручил за серебро, и успел получить еще пару сотен от Люсиеса Кронко. Пит был незаменим на оперативной работе и довольствовался при этом всего сорока долларами в неделю. Нет, пожалуй, все-таки стоит выслать ему долларов двести. Он отправил ему послание, что было доставлено в Вирджиния-Сити с ночной почтой. Утром же он, как обычно, пришел к себе в контору. Здесь его ждало подсунутое под дверь письмо от Генри Уилкокса, пробирщика из Ван Нойс. И в нем говорилось следующее. Уважаемый господин Бигл, разумеется, к нашей сделке это уже не имеет никакого отношения, но я просто подумал, что вам будет небезинтересно узнать, что кусок руды, который вы мне сегодня продали, на самом деле природной рудой не является. Этим я хочу сказать, что содержащееся в нем серебро однажды уже было расплавлено. Оно содержит примеси ртути, углекислого калия и солей, то есть тех веществ, что применяются при переплавке серебряной руды. Я не знаю, где вы взяли эту так называемую руду, но хотел бы вас предупредить, что если она с рудника, который некто пытается вам продать, то я бы на вашем месте воздержался бы от подобной покупки. На языке старателей это называется соленой рудой. Плавленное серебро соединяется с камнями и рудой для создания имитации природной руды. Весьма посредственная работа. Я подумал, что мне следует сообщить вам эту информацию ради вашего же собственного блага. С уважением, Генри Уилкокс, пробирщик. Постскриптум. Содержание серебра в вашем самородке 68%, и стоит он около 1200 долларов. Пост-постскриптум. Вскоре после вашего ухода человек, представившийся капитаном полиции, принес меньший образец соленой руды по составу, очень похожий на ваш. Оттис Биггл дважды перечитал письмо, тихонько присвистнул, и затем вдруг схватил телефонную трубку. — Мне необходимо дать телеграмму, — объявил он телефонистке. — Соедините меня с телеграфом. Несколько минут спустя он положил трубку и сидел сосредоточенно, глядя на телефон. Кто-то кого-то пытается обдурить. Хотя нет, на обыкновенное дурачество не похоже. Один человек убит, и еще один ранен. Так что, очевидно, все очень и очень серьезно. Эх, если бы только он мог внедрить туда своего человека, то уже очень скоро можно было бы докопаться до сути вещей. Он откинулся на спинку вращающегося кресла, положил ноги на стол, сложил руки на животе, переплетя пальцы домиком, и стал сосредоточенно разглядывать фальшивый бриллиант на перстне. — Что же, черт возьми, случилось с Джо Пилом? Неужели он до сих пор блуждает где-то там, среди пустыни? Телефонный звонок раздался так неожиданно, что Бигл даже вздрогнул. Он схватил трубку, и казенный голос телефонистки сказал. — Вас вызывает Сан-Франциско. — Нет-нет, — поспешно сказал Бигл, но было уже поздно. В трубке раздался хриплый голос Маркуса Максвелла. — Слушай, отец Бигл, придурок ты этакий, я ожидал получить твой чек еще со вчерашней почтой, но так ничего и не дождался. Уже наступило сегодня, а чека как не было, так и нет. Ты что это там себе думаешь? — Я отправил его вчера вечером, — натужно сглотнул Бигл. — Поздно вечером мы были так заняты работой, что у меня не было ни минуты свободного времени. — Хватит нести чушь. За кого ты меня принимаешь? Значит так, или я получаю эти деньги сегодня же телеграфным переводом, или я занесу тебя в черный список и ославлю на весь свет. Так что уже ни одно агентство в стране не пожелает иметь с тобой никаких дел. Бигл. Более того, я пришлю шефу вашей полиции письмецо с красочным описанием подробностей прошлогоднего дела Бартона. Бигл застонал. — Не надо, Максвелл, ты получишь свои деньги. У меня неприятности. Джо Пилл бросил меня в самый разгар расследования, и я совсем не удивлюсь, если мне вдруг придется самому лететь в Неваду. — В Неваду, говоришь? А что ж, компания там соберется довольно тепленькая. И тебе понравится. — Что ты имеешь в виду, Маркус? — Заплати мне, что с тебя причитается, и все узнаешь. — Это имеет какое-то отношение к делу Джейвлина? — Ну, ради бога, Маркус, скажи же, ты же до сих пор не дал мне ничего такого, что я мог бы использовать в расследовании. В конце концов, за сто баксов... — Когда это сотня будет у меня, я расскажу тебе это бесплатно. — Постой, Маркус, давай поговорим серьезно. Все, что я получил за эти сто баксов, так это то, что этот рыжий парень, Дик Олкер, был плохим парнем. — Да, но только с чего ты взял, что Олкер рыжий? — А разве не ты сам сказал мне об этом? — Разумеется, нет. Я видел его много раз. Симпатичный парень, чем-то на артиста похож. Но волосы у него светлые, так что никакой он не рыжий. — Так что ж ты мне раньше не сказал? — воскликнул Оттис Бигл. — А что еще у тебя есть для меня? — А деньги ты мне переведешь? — Ну, только гляди, чтоб без фокусов. — Ну, что ты, Маркус, разве я когда-нибудь тебя обманывал? — А то как же! Ну, смотри, если ты пошлешь перевод по телеграфу, то я получу его уже через два часа. Даю тебе три часа сроку. И если к тому времени я так и не получу все сполна, то я расскажу все, что мне известно про дело Бартона. — Я переведу деньги сразу же, как только положу трубку. Так что же ты раскопал? — Это касается Сэма Джейвлина, отца девчонки, сына старого Айка Джейвлина, Серебряного Короля. Все считали, что он умер, а он, наоборот, живет в себе и здравствует. И, между прочим, многие годы он жил в Вирджинии-Сити, но только под чужим именем. — Каким именем? — Нетерпеливо перебил его Оттис Биггл. — Том Брэд. — Что? — взвыл Биггл. — Ну как, Оттис, тебя это тронуло за душу? — А теперь вешай трубку и переведи мне деньги, а не то я донесу на тебя в полицию. Оттис Биггл растерянно опустил трубку на рычаг. Еще какое-то время он сидел неподвижно, ошалело уставившись на телефон, а затем пнул ногой свое кресло. — Я должен немедленно ехать в Вирджинии-Сити, — вслух сказал он. — Точно. Я сам распутаю это дело, и... В его глазах появился загадочный блеск. Откуда, интересно, знать, Том Брэд взял серебра на тысяча двести долларов, чтобы изготовить из него фальшивый самородок? Он опрометью выбежал из конторы, забыв даже запереть дверь и положить ключ на карниз. На улице он поймал такси, поспешно опустился на сиденье и коротко приказал — Аэропорт в Бэрбанке. На самолете, вылетающем рейсом на Карсон-Сити ровно через восемь минут, оставалось всего одно свободное место. Биггл купил билет и направился было к двери, но затем увидел окошко телеграфа и вспомнил о том, что так и не перевел Маркусу Максвеллу его сто долларов гонорара. Он поморщился и подошел к окошку. — Мне необходимо перевезти сто долларов в Сан-Франциско, — сказал он. Отсчитал деньги, заплатил за перевод и с тревогой обнаружил, что у него осталось лишь тридцать восемь долларов. Конечно, ему следовало бы снять некоторую сумму со своего недавно открытого банковского счета, но теперь времени уже не было. Полет доставил Бигглу куда большее удовольствие, чем Джону Пилу, так как ему и раньше уже доводилось летать на самолетах. Самолет совершил посадку в Карсон-Сити в начале шестого вечера, и уже всего через несколько минут оттис Биггл нанимал машину до Вирджинии-Сити. Вообще-то всего через полчаса в Вирджинии-Сити отправлялся местный автобус, но для Биггла пользование общественным транспортом представлялось чем-то невозможным. Двадцатимильная поездка до Вирджинии-Сити обошлась ему в десять долларов, в которые он примерно через полчаса заплатил широким жестом, стоя перед парадным входом гостиницы «Сан». Держа в одной руке дорожную сумку, а в другой трость, оттис Биггл зашел под ступенем крыльца, на котором старик Лукас наслаждался последними лучами солнца, заходящего за горы. Не обращая никакого внимания на Лукаса, Биггл вошел в маленький холл. Здесь никого не было, так что он с размаху опустил на пол свою сумку, а когда и это не возымело никакого результата, то принялся стучать своей тростью. — Эй, есть тот, кто живой? — позвал он. — Прошу обслужить. В ответ на его призыв в холле появилась Нелли Лукас. Видимо, она была на кухне и занималась приготовлением ужина. Поверх юбки у нее был повязан белый передник, а лицо было испачкано мукой. — Где портье? — строго спросил Биггл. — Мне нужна комната с ванной, самая лучшая комната. — Свободных номеров нет, — не дала договорить ему Нелли Лукас. — То есть как это? — Нет комнат. Что тут непонятного? — Вот как? — воскликнул Биггл. — Но ведь это гостиница, не так ли? — Да, но все номера заняты. — Что? Мне говорили, что это город-призрак. Так что же у вас здесь происходит? Съезд привидений, что ли? — А вы, случайно, не продюсер из Голливуда? — поинтересовалась Нелли Лукас. — Я слышала, что они весьма эксцентричны. Биггл недовольно поморщился, а затем решил изменить тактику. — Слушайте, где хозяин этого заведения? Я буду говорить с ним. — Вы прошли мимо него. Он сидит на крыльце. — Я не видел на крыльце никого, кроме какой-то старой крысы. — Это крыса, — натянута проговорила Нелли Лукас, — и есть хозяин этой гостиницы. Еще он мой отец. А теперь, с вашего позволения... — Подождите, я извиняюсь, если был груб. — Вот уж точно. Но в изгнении их нет смысла. Свободных комнат нет. В этом доме всего шесть комнат. В одной живет мой отец, в другой — я. И сегодня у нас имеется четверо постояльцев. — Но мне же надо где-то жить, — в отчаянии воскликнул Биггл. — Не могу же я ночевать под открытым небом. — Между прочим, многие здесь именно так и живут. Нелли Лукас окинула оценивающим взглядом подчеркнуто элегантного оттеса Биггла и улыбнулась, видимо, представив себе этого пижона ночующим на улице. Но затем девушка все же сменила гнев на милость. — Единственное, что я могу вам предложить, так это подселить вас в одну из наших уже сданных комнат. — Ну что ж, — вздохнул Биггл, — если нужно, значит, ничего не поделаешь. — И это при условии, если вы сможете договориться с постояльцем. Итак, здесь у нас трое мужчин. Думаю, лучше всего вам поговорить с мистером Пилом. — Что, Пил? — воскликнул оттес Биггл. — Так он здесь? — Ну да. А вы что, знакомы с ним? — Я его работодатель. Значит, вопрос с комнатой отпадает сам собой. Все решено. В каком номере он остановился? — В первом, но я не видела его с обеда. — Но он ведь где-то здесь, в городе, не так ли? — Был в городе. Мистер, вы не возражаете, если я задам вам один вопрос? — Не возражаю. А зовут меня оттес Биггл. — Это касается мистера Пила. Чем он занимается? — Ну, он работает на меня. А я оттес Биггл, частный детектив. Он был как будто удивлен и разочарован тем, что она сразу не узнала его имени. Девушка во все глаза смотрела на него. — Детектив? А мистер Пил? Почему он здесь? — Биггл позволил себе снисходительно усмехнуться. — Вообще-то, моя милая девочка... — Нет, мистер Биггл, не говорите ничего. Работа мистера Пила имеет какое-то отношение к серебряному мулу. Мне следовало бы сразу догадаться, что он детектив. Видите ли, ведь я тоже владею четырнадцатью тысячами акций серебряного мула. Биггл ахнул от изумления. — У вас столько акций? Мне их дал отец. Раньше у него их было двадцать тысяч. На протяжении многих лет они оставались просто бесполезными бумажками. Но в последнее время слишком много людей вдруг заинтересовалось серебряным мулом. Но вообще-то это предмет интереса всех наших сегодняшних постояльцев. Мистера Пила, мистера Джейвлина... — Как? И Джейвлин тоже здесь? Который из них? — Гэри. И, разумеется, Элеонор. И их друг, мистер Фаррелл. — Это такой молодой, рыжий верзилла. То есть, я хотел сказать, светловолосый. — Да, у него светлые волосы, и он довольно высок. — А где они сейчас? — Ушли куда-то после обеда. Но сказали, что обязательно вернутся к ужину. Кстати, он будет готов уже совсем скоро. — А Джо Пилл, как давно его уже нет? — Да, пожалуй, с полудня. А то, может, и раньше. — А он не сказал, куда собирается? — Нет, он ничего не сказал. Хотя, может быть, папа знает. — Я пойду спрошу у него. — Бигл поспешно вышел на крыльцо и обратился к Эду Лукасу. — Послушайте, уважаемый, сегодня утром мой напарник остановился в этой гостинице, и мне необходимо срочно его разыскать. Похоже, ваша дочь считает, что вы можете знать, куда он пошел. — Это такой худенький. Молодой парень, лет тридцати. — Да, совершенно верно. Джо Пилл. Эд Лукас выплюнул разжеванный табак на пол. Часть плевка угодила на ярко начищенные штиблеты Оттиса Бигла. Бигл скрипнул зубами, но ничего не сказал. — Так, сейчас подумаю, где я видел его в последний раз. — Ну да, это было около полудня. Кажется, он ходил на станцию, потому что на обратном пути он вышел вон из-за того угла. — Ну да, он еще все отирался вокруг серебряного мула. — Серебряный мул? А это что же, здесь рядом? — Да вон там. Видите? Вон ту старую покосившуюся развалюху. — И это что, есть рудник серебряный мул? — Именно так. И, насколько я теперь припоминаю, тот молодой человек все отирался вокруг вон той хижины, что-то выискивал, выглядывал, а потом вдруг взял да и вошел внутрь. И едва он успел переступить порог, как там объявился этот урод, называющий себя Томом Бреттом. — Том Бретт? Вы его знаете? — Еще бы. И ничего хорошего о нем сказать не могу. Короче, он вошел в хижину, а некоторое время спустя снова вышел. Один. Примерно в это время я отлучался отсюда ненадолго, чтобы пообедать. Видимо, ваш знакомый вышел оттуда, пока я ел. Или он вообще оттуда не выходил? — А этот Том Бретт, — взволнованно выпалил Биггл, — вы хорошо его знаете? — Я бы сказал, хорошо. И даже слишком. — А что? — На то, что на самом деле никакой он не Бретт. Его фамилия Джейвлин. Сэм Джейвлин. Лукас лениво сплюнул табачную слюну. — Ну, да. Он сын старого хрыча. Бросил жену и дочку на произвол судьбы. А сам потихоньку заявил с суда лет пятнадцать-шестнадцать назад под именем Том Бретт. Вообразил, что никто его здесь не помнит и не узнает. Как бы не так, я помню его с самого детства. Еще с тех пор, как он под стол пешком ходил. И как бы он не маскировался и не менял бы имена, я все равно узнаю его. Старый хрыч тоже его узнал. Но он так никому словом не обмолвился. А потому я сам тоже промолчал. Оттис Биггл глубокомысленно нахмурился. — Ох, не нравится мне все это. — Ну, что вы, город у нас хороший, — отозвался Эд Лукас. — Я прожил здесь всю жизнь. В свое время здесь перебывало много всякого народу. Ведь вы же, небось, никогда и не подумали бы, что мне уже семьдесят восемь лет, правда? — У вас такая юная дочь? — Нелли. Это дочь от моей третьей жены. Она родилась, когда мне было пятьдесят пять лет. А ей сейчас двадцать шесть. Оттис Биггл не был слишком силен в математике и даже не стал задумываться над подобным несоответствием в возрасте Эда Лукаса. К тому же он очень переживал за Джо Пила. — Послушайте, — сказал он, наконец, — вы сказали, что вот это и есть рудник Серебряный Мул. Но с виду это не более чем просто обыкновенная хижина. Разве там нет какой-нибудь ямы, шахты, тоннеля или еще чего-нибудь в этом роде? — Эд Лукас усмехнулся. — А как же, имеется. Яма глубиной в две тысячи футов, и в придачу к ней примерно пятьдесят миль тоннелей, высеченных в скале. Это стоит увидеть собственными глазами. Еще в семидесятых годах старый Сэнди Спарлок побывал в Италии, где ему показывали христианские катакомбы, про которые так много говорят католики. Так вот, он прошелся по ним и сказал, что ерунда это все, ничто по сравнению с любым из наших рудников. — Мистер, поверьте, если человек неопытный спустится в одиночку в шахту, то он может бродить по подземным лабиринтам, пока не умрет с голоду, но так и не найдет дорогу обратно. — А что, если Джо Пилл там под землей? — предположил Бигл. — А вдруг? — Да вы что? Зачем ему лезть туда? — Он сам сказал, что слышал, как это опасно спускаться в старую шахту, и я заверил его, что оно так и есть. — Однако, по-видимому, он все же спустился туда, ведь Брэд вышел с рудника один. Оттис Бигл поспешно сбежал по ступенькам веранды и, то и дело срываясь на бег, направился к руднику Серебряный Мул. В хижине было темно, но Оттис решительно шагнул вперед и черкнул спичкой, Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что Джо Пилла там не было. Он подошел к подъемнику, и в лицо ему повеяло горячим влажным воздухом. Он покачал головой и закричал. — Джо Пилл! Ты там? Ответом ему стало множественное звенящее эхо, и, выждав минуту, он закричал снова. Он все еще напряженно вслушивался в тишину, когда на улице раздались торопливые шаги, и на пороге появилась Нелли Лукас. — Мистер Пилл, там внизу? — встревоженно спросила она. — Не знаю, — пожал плечами Бигл, — но я очень за него беспокоюсь. Старик, то есть, я хотел сказать, ваш отец, сказал, что еще днем Джо вошел сюда, а затем следом за ним вошел Том Брэд, который некоторое время спустя вышел отсюда один. А насколько мне известно, этот Брэд — порядочная гадина. — Я не знаю, что он за человек. Мне доводилось видеть его в городе, но он избегает бывать у нас в гостинице. — Еще бы, ведь его настоящее имя — Сэм Джейвлин, тот... — Не может быть! — воскликнула Нелли Лукас. — Ваш отец это подтвердил. — Но ведь Элеонор здесь, вместе со своим дядей Гэри. — Да, и Джо Пилл тоже. Джо работает на меня, и он очень опытный сыщик. Если ему удалось раскопать что-то на Тома Брэда... Что ж, скорее всего, Джо там, внизу. Нелли Лукас испуганно охнула. — Ну, где его теперь искать? Ведь там сотни уровней. Если он ранен... Ну, что ж, придется обыскивать каждый из них один за другим. — Ладно, — сказал отец Биггл, — я немедленно отправляюсь на его поиски. А вы не могли бы пригласить сюда кого-нибудь, кто знает, как управлять этим подъемником? И еще мне нужен фонарик. — Ждите здесь. В гостинице у нас есть фонари. Нелли Лукас выбежала из хижины. Минуты через три она вернулась с огромным электрическим фонарем. — Я сказала отцу. Он позовет на помощь людей. А сейчас вставайте на подъемник. — Но я не знаю, как им управлять. Зато я знаю. Ведь я выросла в Вирджинии-сити. Биггл зашел на платформу. Нелли Лукас последовала за ним. Она протянула оттису фонарь, а затем потянула за рычаг, и подъемник начал медленно опускаться. Биггл почувствовал, как к горлу подступает огромный ком. Однако, пересилив себя, он сделал глубокий вдох и включил фонарь, луч которого выхватил из темноты сосредоточенное лицо Нелли Лукас. Биггл хотел было отвести его в сторону, но почему-то замешкался. Ее наряд был скрыт темнотой, лицо в луче света. Нелли Лукас была очень хорошенькой. Оттис Биггл опустил руку с фонарем. На мгновение луч фонаря осветил вход в тоннель, и он вскрикнул. — Нет, — покачала головой Нелли, — если Брэд спустил его под землю, то он наверняка отвез его на достаточно большую глубину, чтобы он не смог позвать на помощь. — Но ведь мы и так уже проехали несколько этажей. — Тысячу футов. Теперь поедем медленнее. Я слышал, на глубине 1200 есть пещеры. В шахте было жарко, воздух был горячим и влажным. В голове у Оттиса Биггла промелькнула дурацкая мысль о том, что теперь стрелки на его костюме наверняка разойдутся. Он держал фонарь перед собой, освещая скальные стены, через каждые несколько футов прерывающиеся зияющей пустотой тоннелей. Внезапно в одном из провалов мелькнуло что-то белое, и в следующее мгновение послышался душераздирающий вопль. Нелли Лукас так резко остановила подъемник, что он подпрыгнул и закачался на тросе. Затем она включила реверс, и они поехали вверх. Платформа остановилась всего в трех футах от Джо Пилла. — Джо! — скричал Биггл, узнавая изможденное блестящее от пота и перепачканное в земле лицо своего сотрудника. — Как вы вовремя! — проговорил Джо Пилл и потерял сознание. Оказавшись на свежем воздухе, Пилл постепенно пришел в себя и даже настоял на том, что может самостоятельно добраться до гостиницы. Перед гостиницей уже собралась толпа мужчин, жителей Вирджиния-Сити, вооруженных заступами, лопатами и фонарями. При виде Пила старый Эд Лукас разочарованно сплюнул. — Извините, ребята, ваша помощь уже не нужна. — По крайней мере, сегодня, — усмехнулся Джо Пилл. К сопровождении Бигла и Нелли Лукас он вошел в гостиницу. В холле Нелли задумчиво проговорила. — Знаете, к сожалению, у нас здесь нет ванной комнаты, но если хотите, вы можете использовать кухню. Ужин сегодня все равно запаздывает, так что если отложить его еще минут на пятнадцать, я думаю, ничего не случится. — Спасибо, Нелли, — усмехнулся Джо Пилл. — За это я куплю у вас немного акций. Может быть. Через пять минут Джо Пилл шагнул в оцинкованную ванну, наполненную теплой водой. Оттис Бигл стоял рядом, разглядывая его стройную фигуру. — Господи, Джо, — сказал он, — я никогда не думал, что ты такой тощий. Тебе следовало бы больше заниматься физкультурой. Ну, почему бы тебе и не вступить в клуб? — Это за сорок баксов в неделю? Хотя ты, кажется, говорил что-то о прибавке к жалованию. Оттис Бигл нахмурился. — Послушай, Джо, — это дело принимает довольно скверный оборот. Представляешь, оказывается, этот Том Брэд, на самом деле никакой он не Брэд, а Сэм Джейвлин, отец Элеонорд Джейвлин. Пилл, похоже, ничуть не удивился этому заявлению. — Я сам собирался сказать тебе об этом. — Но как ты узнал? — Догадался. Ведь никто не знал, как и где умер ее отец. А Брэд проявлял слишком большой интерес к завещанию старого Айка, что, согласись, было бы довольно странно для постороннего человека, но вполне закономерно для близкого родственника. Все очень просто. Если Айк оставил завещание, то, скорее всего, все имущество по нему должно было достаться его внучке, ибо сына своего он считал человеком никчемным и непутевым. Однако, если никакого завещания не было, по крайней мере, до сегодня о нем ничего не известно, то тогда наследником становится самый близкий родственник Айка — его сын. Выходит, что Сэм Джейвлин хочет найти завещание и сжечь его. — Но почему он озаботился этим именно сейчас, Джо? Ведь Айка Джейвлина нет в живых уже несколько лет. — Лет двенадцать. Когда он умер, все считали его нищим. А если выяснится, что рудник может снова приносить прибыль, Отте с Биггл самодовольно ухмыльнулся. — Ну что ж, Джо, ты хорошо потрудился, строя свою работу на собственных догадках и предположениях. Я же со своей стороны тоже провел некоторое расследование и сумел узнать такое, что ты сейчас просто упадешь. — Возможно, я и упаду, если наступлю сейчас вот на это мыло. Пил наклонился и отодвинул мыло подальше, после чего вышел из ванны и принялся вытираться большим жестким полотенцем. — Ну, выкладывай! — Серебряная руда, которую нам всучил Брэд в Голливуде в качестве задатка, на самом деле не является природной рудой. Это серебро, сплавленное вместе с камнями и выдаваемое за настоящую руду. — И что с того? — вкратчиво спросил Пил. — Неужели ты не понимаешь? Брэд хотел, чтобы мы считали, будто это руда из рудника. Но это не так. Этот самородок — чистой воды фальшивка. — А зачем? Разве Брэд пытался продать нам рудник? Бигл начинал терять терпение. — Ну, конечно же, нет. Он... — Что? В чем он хотел нас убедить? Бигл нахмурился. — Когда ты начинаешь со мной так говорить... — Отис, да ты сам подумай, с чего бы это ему вдруг понадобилось подделывать кусок руды, ради того, чтобы обмануть двух безмозглых сыщиков, которые ни черта не смыслят в этом деле. — Я подумаю над этим. Возможно, после того, как мы доберемся до Брэда. — Меня это заботит в самую последнюю очередь. У меня с мистером Томом Брэдом свои счеты. Он запихнул меня в эту дыру, в которой я проторчал целых шесть часов. — Отис, ты не знаешь и половины всего. Вы нашли меня уже после того, как я выбрался из ямы. Ты только посмотри, во что превратились мои руки. С этими словами он протянул ладони Биглу. Все они были в ссадинах, из которых местами сочилась кровь. Запекшиеся корочки были смыты, и теперь раны открылись вновь. Я угодил в яму глубиной добрых двадцать футов. У меня была лампа, которая погасла через полчаса. Он и тут меня обманул. Я голыми руками сгребал камни и землю, пока не насыпал холм в пятнадцать футов высотой, чтобы можно было выбраться обратно в тоннель. И когда я встречусь с Томом Бреттом, я все ему припомню, содранные в кровь руки и темноту. Но где ты теперь его найдешь? Думаю, я знаю, где его искать. Сейчас пойдем, возьми пистолет. Пистолет? Ну да, я надеюсь, ты захватил с собой хотя бы один. Ну, ты же знаешь, что я не ношу с собой оружие. Я не одобряю применение грубой силы. И я тоже, но все равно, возможно, мне придется пристрелить эту крысу. Этот Том Бретт затеял опасную игру. Ты, к примеру, знаешь, что он стрелял в меня сегодня утром? Я был далеко, так что узнать меня с такого расстояния он не мог. С чего бы это он вдруг стал палить в незнакомого человека? Значит, Лисей Сокронко убил тоже он. Пил пожал плечами. В дверь постучала Нелли Лукас. Вы готовы? Пил застегнул последние пуговицы на рубашке и взял пиджак. Мы закончили. В кухню вошла Нелли Лукас. Вид у нее был весьма озабоченный. Только что прибыла Элеонора со своим дядей. В глазах Джо Пилла загорелись озорные огоньки. Надеюсь, они составят нам компанию за ужином. Они уже спрашивали про ужин. Он будет готов через десять минут. — Ну, тогда я, пожалуй, пойду надену свежую рубашку, — сказал Пил. — Отис, ты тоже снял номер? — Да, твой. Они прошли через пустынный холл. Видимо, в ожидании ужина Джейвеллины разошлись по своим комнатам. Пил отвел Бигла в свой номер, единственным источником света в котором была тусклая электрическая лампочка, висевшая под самым потолком. Бигл взглянул на кровать. — Кому-то из нас придется спать на полу. Вдвоем мы здесь не поместимся. — Ничего. Бросим жребий, когда придет время ложиться спать. Сухо отозвался Пил. — Слушай, Отис, а как чувствовал себя Берт Фаулер, когда ты уехал из города? — У него, наверное, все в порядке. Вообще-то, сегодня я с ним не виделся. — А кто рассказал тебе про Сэма Джейвеллина? Бигл поморщился. — Звонил Маркус Максвелл из Сан-Франциско. — А ему это откуда известно? — Я не расспрашивал. Честно говоря, мне пришлось выуживать из него информацию буквально по крупицам. — Кстати, Джо, запомни на будущее, что с Маркусом мы дел больше иметь не будем. — А он что, стал требовать у тебя деньги, которые ты обещал ему заплатить? Бигл недовольно шмыгнул носом. — Я, между прочим, их ему перевел. Кстати, насчет денег. — Тебе что, обязательно заводить этот разговор прямо сейчас? — Ну, вообще-то я не собирался. Но дело в том, что я уезжал из города в такой спешке, что забыл взять деньги. И у меня осталось меньше тридцати долларов. — О, да ты по сравнению со мной просто богач. Может быть, обратно до города нам придется добираться пешком, через долину смерти. При одной только мысли об этом он содрогнулся. — А может, мы найдем еще один такой же самородок, как тот, что дал нам Том Брэд? — Жулик проклятый! — проворчал Бигл. Затем он задумчиво поглядел на Джо Пилла. — А что ты думаешь об этой девочке, Нелли Лукас? — Ага, — кивнул Джо Пилл. — Кстати, она случайно не обмолвилась тебе о том, что ей принадлежит пятьдесят тысяч акций серебряного мула? — Четырнадцать тысяч. Но при чем тут это? — Цены на акции могут вырасти. — Я и сам уже думал об этом, — сказал Бигл. — Ведь где-то Брэд все-таки раскопал это серебро. Джо Пилл рассмеялся. — Пойдем съедим что-нибудь. К этому времени он уже надел чистую рубашку и почистил костюм, насколько это было возможно. Они спустились в холл и обнаружили, что дверь в смежную комнату теперь была открыта. Ужин был накрыт на шесть персон. Гэри и Элеонорд Джевлин уже сидели за столом. Старый Эд Лукас как раз подошел и занял место в кресле во главе стола. Элеонорд Джевлин во все глаза смотрела на Оттиса Бигла и Джо Пилла. Пилл усмехнулся. — Кстати, мисс Джевлин, по-моему, вы еще не имели удовольствия познакомиться с моим боссом, мистером Биглом. А это дядюшка Гэри. — Приятно познакомиться, — пророкотал Бигл. Он занял место за столом напротив Гэри Джейвлина. В это время в столовую вошла Нелли Лукас с большим подносом горячего мяса и, поставив его на стол, заняла последнее свободное место. Эд Лукас довольно потер руки. — Ну что, Элеонорд, прям-таки как в старые добрые времена, да? — Да, дядюшка Эд, — потупившись, пролепетала девушка. Бигл начал ухаживать за Нелли Лукас, и Пилл не применил подметить сей знаменательный факт. Он же, в свою очередь, переключил свое внимание на Элеонорд Джейвлин. — А где Марти? — неожиданно спросил он. — Его здесь нет. — Он уехал, — коротко ответил Гэри Джейвлин. — Жаль, а то он уже почти начал мне нравиться. Пилл усмехнулся, бросив беглый взгляд на Отиса Бигла. — С Мартио Фарреллом мы вместе летели в самолете. Он замечательно играет в карты. — Так вот, значит, как... — начал бы Лавокис Бигл. — Нет-нет, наоборот, я выиграл у него двенадцать долларов. Это был классический расклад. Он позволил мне выиграть парочку партий, а затем, к сожалению, мне стало очень плохо, и я не смог продолжать игру. Видимо, Мартио обиделся на меня из-за этого. — Ну, зачем вы так? — с укором сказала Элеонорд Джейвлин. — А что такого, я сказал? — с невинным видом спросил Пилл. — Я думал, что сыщики умеют держать язык за зубами, — недовольно проворчал Гэри Джейвлин. — Мне что-то не хочется есть, — воскликнула Элеонорд Джейвлин, резко вставая из-за стола. Она выбежала из столовой, и Джо Пилл последовал за ней. Он догнал ее лишь на лестнице по пути в комнату. — Постойте, Элеонор! — воскликнул он. — Мне необходимо поговорить с вами. — Ничего не хочу слышать, — не оборачиваясь, отрезала она. — Это очень важно. Дело касается Тома Бретта. Вы знаете его настоящее имя? — Что вы имеете в виду? — обронила она через плечо. — Давайте лучше выйдем на веранду. Она замерла в нерешительности, но затем развернулась и сошла вниз. В это время в дверях столовой возник Гэри Джейвлин. — Элеонор! — недовольно заговорил он. — Если он тебе докучает... — Нет, дядюшка Гэри, все в порядке. Она вышла на веранду. Пилл последовал за ней. — Спасибо! — поблагодарил он. — Не за что. Так что же насчет Бретта? — Вы знали, что он ваш отец? Она устало вздохнула. — Да. — Вы знали об этом еще в Голливуде? — Да, конечно. — Так зачем же вы хотели знать, встречался ли с ним Люсей из Кромка или нет? Она промолчала в ответ, и он не стал настаивать. — А вы знали, что ваш отец обратился к услугам нашего агентства и оставил задаток? — Я думала, вы работаете на Фаулера, — воскликнула она. — И на него тоже, — подтвердил Пилл. — Мы согласились взяться за дело вашего отца, отчасти из-за того, что он сказал, будто бы действует в ваших интересах. Она горько усмехнулась. — Он всегда очень трогательно заботился обо мне. — О, да. — Может быть, и в его душе что-то перевернулось, и он стал другим? Ведь и такое бывает. — Бывает, — иронически заметила она. — Бывает, что и медведь летает. — Ясно. — Ничего вы не понимаете, и ничего вам не ясно, потому что вам этого не дано. Всю свою жизнь я думала о своем отце, и затем я встретила его. Она замолчала, а затем добавила. — И поняла, что это за человек. Пилл смущенно откашлялся. — А Дик Уолкер, Мартин О'Фаррелл? — Как вы? — Нет, ничего проще. Его выдал рыжий парик. Да это же было так очевидно. Если бы он на самом деле был рыжим и не хотел бы быть узнанным, то он выбрал бы темный парик. А раз он не был рыжим, то... Ну и что насчет него? — Да так, ничего, — ответил Джо Пилл. — Сегодня утром из дома вашего деда уходили двое мужчин. Так вот, это был ваш... Это был Том Брэдт и я. — Я знаю. У дядюшки был с собой бинокль. На пороге появилась Нелли Лукас. — Элеонор, прошу вас, вернитесь за стол. Вам нужно поесть. — Идите, прошу вас, — принес уговаривать ее пил. — Мне уже пора идти, так что больше я вас не побеспокою. Он подождал, пока она уйдет, а затем сам вошел в гостиницу и застал в холле Оттиса Бигла в компании с Эдом Лукасом. Старик деловито рылся за стойкой. В конце концов, в руках у него появился тронутый ржавчатый карабин. — Вот, глядите, замечательное оружие. Сейчас таких больше не делают, но из него можно было уложить бегущего бизона с расстояния в целую милю. Оттис Бигу поежился. — Это не для меня. — Да это просто так, интереса ради. А меня все равно нет к нему патронов, — сказал Лукас. — А вот, ага, вот оружие, на которое можно положиться. Он с гордостью выложил на стойку револьвер со стволом длиной почти в целый фут. Он был хорошо смазан. Джо Пил принялся разглядывать его с явным интересом. — Так это и есть то, что обычно называют моделью Фронтир? — Нет, те появились позже, и они не идут ни в какое сравнение с этой игрушкой. Это настоящий Нейви Кольт. Раньше я сам делал патроны для него и отливал пули. К нему подходит тридцать шестой калибр. — А вот тут-то у меня еще есть коробочка с капсюлями. Сейчас я их заменю, и вы, мистер, будете вполне готовы к бою. Пилл наблюдал за тем, как Эд Лукас снимает с гильз старые капсули и заменяет их на новые. — А теперь будьте осторожны, — предупредил Лукас. — Игрушка заряжена, и к тому же у нее спилен спусковой крючок. В прежние времена нам приходилось стрелять много и быстро. — На мой взгляд, тридцать шестой калибр маловато для такой пушки, — вслух усомнился Пилл. — Какова дальность поражения? — Ну, — задумался Лукас, — помню, когда мне было лет одиннадцать-двенадцать, делами в этой гостинице заправлял мой отец. Так вот, один индейец стащил с кухни окорок и бросился бежать. К тому времени, как отец выскочил на крыльцо, краснокожий был уже далеко, аж у рудника Голд. Позднее, когда все точно измерили, оказалось, что это было целых четыреста тридцать футов. Так вот, отец уложил индейца с первого же выстрела. Он лишь перегнулся через перила веранды и выстрелил. Так что определить точное расстояние не составило никакого труда. И при всем при том, мой отец никогда не считался удающимся стрелком, хотя своего первого противника он завалил еще задолго до моего рождения. Оттис Бигл слегка побледнел. Джо лишь злорадно усмехнулся и сунул старинный кольт за пояс брюк. Затем он прикрыл оружие полами пиджака, который застегнул на все пуговицы. — Джо, — нервно проговорил Оттис Бигл, — может быть, для начала нам все же стоит поговорить? — Поговорим по дороге. Мистер Лукас, вы случайно не знаете, где в этом городе можно взять машину на прокат? — У Нелли есть машина. Думаю, вы вполне можете ей воспользоваться. Конечно, не бог весть что, но все же ездит. Она стоит на улице. — Ну что ж, обещаю обращаться с вашим имуществом предельно аккуратно. Увидимся позже. — Счастливо! — Удачной охоты! Пил кивнул и вышел на веранду. Когда они остались одни, Бигл поспешно схватил его за рукав и горячо зашептал. — Слушай, Джо, в конце концов, ты должен думать не только о себе, но и о нашем агентстве. У меня и без тебя хватает проблем с Раферти и шефом полиции. — Это Невада, другой штат. Тут твоя лицензия все равно недействительна. Он сел за руль старенькой машины, стоявшей у обочины. — Ну, мы едем или как? Бигл зашел с другой стороны и опустился на сиденье рядом с Пилом. — Ладно, а куда мы едем? — Вон за ту гору. Знаю я, там одна местечка. Он завел мотор и включил фары. Они светили не слишком ярко, но Пил был вполне доволен и этим. Все равно из такой развалюхи не удастся выжить более 35 миль в час. Извилистая улочка пролегала через весь город и, в конце концов, выводила на шоссе, где колдобины были несколько меньше, чем в городе-призраке. Здесь было пустынно, но Джо Пил вел машину не спеша, внимательно следя за дорогой. Через две мили пути Бигл вдруг спросил. — Слушай, Джо, а нельзя было с этим подождать до утра? — Нет, я настолько привык к темноте, пока сидел в этой дыре, что больше уже мне ничего не страшно. — Джо, я, конечно, понимаю, что это было ужасно, но я тут все время думал об этом Бретте. Ведь, в конце концов, мы здесь чужаки. Он же знает тут каждый переулок и закоулок. — Ну вот и приехали, — сказал Пил. — Здесь мы съедем с шоссе. Он вывернул руль вправо, сворачивая на грунтовую дорогу, по которой его утром того же дня вез водитель, нанятый в Карсон-Сити. Дорога сначала уходила в горы, а затем внезапно сворачивала на равнину. Пил как мог на глаз, определил расстояние, а затем съехал с дороги и остановил машину. Выключил фары, вынул ключ зажигания и убрал его в карман. — Выходи, Отис, приехали. — Где мы? Тут темно хоть глаз, коли. — Ну, не так уж и темно, если разобраться. В небе светит месяц, да и звезд тоже немало. Кстати, Отис, тебе нужно привыкать почаще бывать на свежем воздухе. Ведь ты ни за что бы не подумал бы, что здесь, где-то поблизости, может находиться человеческое жилье. И оказался бы неправ, потому что как раз вон за тем холмом есть один дом, только его не видно отсюда. Огромный дом в сорок комнат. Раньше все дверные ручки там были из чистого серебра. — Дом Айка Джейвлина? — Ага. Думаю, Сэм Джейвлин обосновался там. — А откуда ты знаешь, что именно в той стороне? — А потому что недалеко к сегодня утром, пока ты прохлаждался в своем клубе, я уже успел побывать там. Кстати, позже я позвонил тебе туда, и мне сказали, что тебя оттуда выперли. — Это наглая ложь, — воскликнул Бигл. — Я сам выписался оттуда, потому что собирался приехать сюда. — Они сказали, что у тебя начались какие-то проблемы с полицией. — Ну, ничего, я им еще покажу. Вот только вернусь, и они у меня узнают, как раскрывать конфиденциальную информацию о членах. Джо Пил усмехнулся. — Ладно. Ладно, а теперь давай немного поиграем в индейцев. Но только когда ты поднимешься на вершину вон того холма, то уж будь добр, не поднимайся во весь рост, если не хочешь превратиться в легкую мишень. — Прекрати, Джо. Терпеть не могу, когда ты так говоришь. — Думаешь, мне самому так уж нравится напоминать о таких вещах? Это просто рабочий момент. Сказав это, он зашагал прочь, и оттесу Биглу ничего не оставалось, как покорно брести за ним. Пройдя около сотни футов, Джо Пил оглянулся назад и не смог удержаться от смеха. В руках у оттеса Бигла была трость. Надо думать, со времен королей Бананция оттес был первым, кто путешествовал по пустыне вошел с тростью в руках. По мере приближения к вершине холма Джо Пил пригибался все ниже и ниже и в конце концов опустился на четвереньки. Бигл, увидев это, поспешно присел на корточке. — В чем дело, Джо? — Вон тот дом. В темноте заброшенный дом напоминал столовую гору, темневшую среди песчаной пустыни. Пил почувствовал некоторое разочарование. Было еще не слишком поздно, и он ожидал увидеть свет в окнах старого особняка Айка Джейвлина, или хотя бы отблеск костра, но там царила тишина. — Там никого нет, — с облегчением заключил оттес Бигл. — Можно возвращаться. — Можешь оставаться здесь, если хочешь, а я иду вниз. Бигл недовольно заворчал. Низко пригнувшись, Пил начал спускаться со склона. Подойдя поближе, он уже мог различать черные силуэты статуй, каждая из которых являлась безмолвным свидетелем былого величия и богатства Айка Джейвлина. Остановившись, Пил услышал шаги у себя за спиной и тяжелое сопение Бигла. Он остановился и подождал, пока тот поравняется с ним. — Утис, теперь еще будем ждать, пока ты отдышишься, — недовольно фыркнул он. — Все, больше не могу, — выдохнул Бигл. — Знаешь, я видел, что там кто-то ходит. Вон, Джо, смотри. — Это статуя мула, — ответил Джо Пил. — Здесь полно этих истуканов. Львы, тигры, медведи, мулы. У старика явно были не все дома. И, представляешь, у него здесь даже фонтан был. — Джо, но я видел, как статуя пошевелилась. — Ага, а дом еще не убежал? Идем. Пригнувшись пониже, Джо Пил проворно устремился к дому. Он был всего в каких-то десяти шагах от него, когда громкий голос внезапно скомандовал. — Стоять! Не двигаться! В тот же момент мощный луч фонаря выхватил из темноты Джо и Оттиса Бигла. Они были застигнуты врасплох. В какой-то момент Джо Пил ощутил жгучее желание выхватить старинный кольт, развернуться и выстрелить. Однако он прекрасно понимал, что стрелять, когда свет слепит глаза и не видно цели, совершенно бесполезно. Особенно, когда ты сам стоишь в луче этого самого света. Он тихонько выругался, а Оттис Бигл страдальчески застонал. Луч фонаря дрогнул, и в тот же момент со стороны дома вспыхнул еще один фонарь, который начал приближаться. — Руки вверх! — скомандовал второй голос. — Джо, а я тебя предупреждал! — прошепел Оттис Бигл. Свет фонаря продолжал приближаться, и вскоре все тот же голос скомандовал. — Развернуться! Руки не опускать! Джо повиновался. Чья-то рука принялась бесцеремонно обшаривать его карманы. Скользнула под полу пиджака, нащупывая рукоятку кольта. Оружие было тут же выхвачено. — Ах ты, скотина! — выругался голос. В следующий момент с неба сорвалась пригоршня звезд, которая угодила Джо Пилу точно по голове. Оттис Бигл продолжал толкать Джо Пила в поясницу, пока тот, наконец, не зашипел на него. — Хватит толкаться! — Джо! — зашептал Бигл. — Так ты как? В порядке? — Да, он был в полном порядке, если, конечно, не считать, раскалывающийся от боли головы. Пил попытался сесть и с удивлением обнаружил, что не может этого сделать. Он также не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Его руки были крепко связаны у него за спиной, а ноги стянуты веревками у щиколоток. — Черт возьми! — выругался он. — Да тише же ты! — зашипел ему в самое ухо Бигл. — А то они услышат. Пил отчаянно пытался открыть глаза и не сразу догадался, что на самом деле они уже давно открыты, но только он ничего не видит, потому что вокруг стоит кромешная тьма. — Утис, где мы? — тихо спросил он. — Я связан. — Я тоже. Мы в доме Айка Джейвлина. Слышишь? Джо Пил прислушался. Откуда-то доносился размеренный глухой стук. — Что это? — Кажется, кто-то из них что-то упорно ищет, — сказал Бигл. Он вот уже целый час долбит пол и стены, а другой остался на улице. Наверное, стоит на стреме. — Брэд? — Брэд на улице. А второго я прежде никогда не видел. Высокий такой парень, крепкого телосложения. — Дик Уолкер? Он блондин? — Трудно сказать. Короче, он тут что-то ищет. А Брэд караулит на улице, внизу. — Внизу? Так что, мы наверху? — Да. Они тащили тебя вверх по лестнице. Слушай, Джо, я могу освободить нас. Ну, если, конечно, нам от этого будет какой-то прок. — Если мы останемся связанными, то никакого проку не будет точно. Можешь не сомневаться. Но как ты собираешься это сделать? — Моя трость. Она была при мне. Наверное, валяется где-то здесь на полу. Если мы сумеем нашарить ее в темноте... — Но как ты собираешься перерезать эти веревки своей тростью? — Ну, в общем-то, это не простая трость. А трость — сабля. — Будь я проклят. Ты считаешься ярым противником ношения оружия, а сам при этом расхаживаешь повсюду с саблей. Но теперь она могла бы нам очень даже пригодиться. Ну, если, конечно, мы ее найдем. — Комната большая? — Примерно десять футов в каждую сторону. — Ладно. Ты начинай откатываться в ту сторону, а я покачусь в эту. Джо Пилл напряг мышцы и перевернулся сбоку на живот, а затем на спину. Он проделал это несколько раз, пока, наконец, не наткнулся на стену. Затем, передвигаясь словно гусеница, он прополз пять или шесть футов вдоль стены, после чего покатился в обратную сторону. Из темноты раздался приглушенный голос Оттиса Бигла. — Порядок, Джо, я нашел. Джо Пилл подкатился к нему. — Сейчас я сниму ножны, — сказал Бигл, — а ты переберешься ко мне на спину и приставишь запястье к лезвию. — Ладно, но только постарайся пилить поаккуратнее. Ты должен перерезать веревку, а не мои руки. Спустя три минуты веревка, которой были связаны руки Пилла, ослабла. Почувствовав это, он поспешно стряхнул путы и, выхватив онемевшими руками тростью Бигла, разрезал веревки, которыми были связаны его ноги. После этого освободил Бигла. — И что теперь? — спросил Бигл, когда они стояли в темноте посреди комнаты. — А теперь займемся нашими друзьями. А может, лучше смыться отсюда потихонечку, под покровом ночи. — Тот, кто караулит внизу, наверняка стоит перед домом. А если мы выберемся с другой стороны? — Нет, — решительно возразил Джо Пилл. — Давай сюда свою саблю. — Ну, ты же не собираешься. Между прочим, один из них едва не проломил мне башку. Надеюсь, ты не забыл об этом? — Да, конечно, но... — Нервный штук смог, и в следующий момент на лестнице раздались тяжелые шаги. — Он идет сюда! — хрипло прошептал Бигл. Внезапно в дальнем конце комнаты показался свет. Луч пробежался по комнате и остановился на потолке. Джо Пилл знал, что это луч фонаря. Он передал трость Оттюсу Биглу и подтолкнул его к боковой двери. Бигл поспешно отступил к ней. Джо Пилл двинулся в противоположную сторону. Человек закончил восхождение по лестнице, и теперь луч фонаря полностью осветил тесную комнатку. Он приближался. Джо Пилл старался не поднимать глаз, чтобы не оказаться ослепленным ярким лучом. Он увидел, как нога переступила порог комнаты. И тут-то он ударил изо всех сил, специально целясь повыше, ибо если это был Дик Уолкер, то в нем было никак не меньше шести футов росту. Его кулак с размаху впечатался во что-то твердое. В темноте кто-то вскрикнул от боли, и фонарь покатился по полу, но не разбился. Да, это был Дик Уолкер, он же Мартин О'Фаррелл, и удара Джо Пилла оказалось недостаточно, чтобы сходу сбить его с ног. Уолкер влетел в комнату, подобно тарану, крича и изрыгая ругательство. Джо Пилл встретил его несколькими сокрушительными ударами. Уолкер же, в свою очередь, ударил его по голове, отчего Пилл оказался отброшенным назад. — Оттис! — хрипло выкрикнул Пилл, уворачиваясь от очередного удара и оглядываясь на дверь. Оттис Бигл стоял, держа в руке трость с обнаженным лезвием, готовый в любую минуту пырнуть ею того, кто мог появиться на пороге. За дверью же Джо различил силуэт человека с винтовкой в руках, из которой тот пытался прицелиться в Оттиса Бигла. Фонарь валялся у Оттиса за спиной, что в большой мере ограничивало видимость человеку с винтовкой, которому никак не удавалось взять Бигла на прицел. Ситуация хуже некуда. Сейчас Уолкер разделается с Пиллом и займется Оттисом, так что тот, кто затаился снаружи, сможет беспрепятственно войти в комнату. Пилл не мог позволить Уолкеру снова избить себя. И все же противник был на целых 40 фунтов тяжелее его и к тому же выше ростом. Помимо всего прочего, он находился в прекрасной форме. Пилл получил сильный удар в лоб, буквально припечатавший его к стене. Отскочив от стенки, он тут же ощутил удар в живот. Смах, ударившись лопатками о стену, он тяжело сполз вниз. Уолкер издал победный вопль. Джо Пилл перевел дыхание и рванулся вперед, хватая противника за колени, избивая его с ног. Уолкер тяжело повалился на пол, не переставая при этом громко чертыхаться. Он потянулся вперед, стараясь угодить Джо Пиллу в голову. — Сейчас я тебе покажу, чертов придурок! Уолкер отчаянно брыкался. Одно колено разбило Пиллу губы, но он все равно не выпускал коленей противника, прижимаясь к ним лицом. Удары один за другим обрушивались на его голову. — Джо! — закричал Оттис Бигл. — Хватит! В комнате раздался оглушительный грохот, за которым последовал испуганный вопль Оттиса Бигла. Этот крик был исполнен ужаса и безысходности. Джо Пилл продолжал цепляться за ноги Дикого Уолкера, чувствуя, как сознание быстро оставляет его. Теперь в его голове раздавался размеренный гул. Гул продолжался еще какое-то время, а потом смолк. И он вдруг понял, что его больше никто не бьет ногами, и кулаки, похожие на кувалды, уже не опускаются на его голову. — Джо! — голос Оттиса Бигла доносился до него, как будто откуда-то издалека. — Идем! Джо Пилл выпустил к колени Дикого Уолкера и перевернулся на бок. Взглянув на Оттиса Бигла, он увидел, что тот стоит позади Уолкера, упирая тому в спину острие своей трости. — Думаю, его приятель бросил свое ружье, — хмуро предположил Бигл. Джо Пилл замотал головой, пытаясь окончательно рассеять туман перед глазами, и встал на ноги. Он бросился к двери и увидел на полу маленькую темную лужицу и валявшийся рядом наполовину заряженный винчестер. Схватив винтовку с пола, он поспешно дослал патрон в патронник, а затем снова поспешил вернуться в комнату. — Все в порядке, Оттис, — сказал он. Оттис Бигл опустил трость, после чего отступил назад и поднял с пола фонарь. При этом у него был такой жалкий вид, как будто его вот-вот стошнит. Дико Уолкер оглянулся, разглядывая Бигла и Пила. — Что вы сделали с Бреттом? Оттис Бигл поднял свою трость, и острое лезвие влажно блеснуло. — Я пырнул его в плечо, и он решил, что не хочет больше играть в эти игры. По-моему, он решил благоразумно удалиться, не попрощавшись. Уолкер рассмеялся. — Ладно, ваша взяла. Его взгляд остановился на лице Пила. — Эх, нужно было тебя вчера врезать посильнее. — Ты сделал все, что мог, приятель, а теперь марш вниз и сделай мне одолжение. Попробуй убежать. Я с огромной радостью продырявлю тебя насквозь. Олкер в точности выполнил приказание и покорно спустился вниз, но бежать и не пытался. Когда они оказались в просторном зале для танцев на первом этаже, Пил сказал. — Здесь они хранят свои пожитки. — Оттис, глянь, там не осталось веревки. Бигл принялся перетряхивать одеяло и прочий скарб и вскоре извлек из кучи хлама моток весьма добротной веревки. — Ладно, Уолкер, — проговорил Пил, — а теперь ты испытаешь это на собственной шкуре. Через пять минут Дик Уолкер был крепко связан. Затем Пил подошел к груди одеял и извлек оттуда кольт Эда Лукаса. Винтовку он передал Оттису Биглу. — Оставайся здесь и приглядывай за этим шакалом, а я пойду огляжусь, заодно проверю, действительно ли его дружок убрался отсюда. Он вышел в ночь. Как только стихли его шаги, Дик Уолкер заговорил. — Этот кротышка работает у тебя? — Я и сам иногда этому удивляюсь, — сказал Бигл. — Я даже не знал, что он способен на такое. — Я слышал о тебе, Бигл. Ты знаешь, чего хочешь от жизни. Как ты посмотришь на то, чтобы получить двадцать пять тысяч долларов? — Сколько? — недоверчиво переспросил Бигл. — Двадцать пять кусков. Просто так, ничего не делая. — А у тебя что же, Уолкер, есть такие деньги? — Маркус Максвелл из Сан-Франциско говорил. — Знаю я этого Максвелла. Та еще гадина и подлый шантажист, возомнивший себя детективом. — А насчет двадцати пяти тысяч я вполне серьезно. Ты можешь получить их уже к утру. — Но как? — А зачем, по-твоему, я простукивал стены? Старый хрыч, Айк Джейвлин, спрятал где-то здесь клад. — А ты-то откуда знаешь? — Да все тут знают об этом. Он прожил здесь больше шестидесяти лет. — И умер в нищете. — Как бы не так. А на какие шиши тогда, по-твоему, он умудрился накупить двести пятьдесят тысяч акций серебряного мула? Ведь это было уже тогда, когда он был признан банкротом. — На сей счет мне ничего не известно. Но я слышал, что эти акции не стоили ровным счетом ничего. — Ладно, — примирительно сказал Уолкер. — Не далее, как месяц назад, Том Брэд нашел здесь серебряный слиток весом в добрую сотню фунтов. Айк Джейвлин говорил в своем завещании, что оставляет десять тысяч фунтов серебра. — Уолкер, ты что, совсем свихнулся с горя? — воскликнул Бигл. До того, как связаться с акциями и игрой на бирже, Джейвлин выгреб из серебряного мула серебра на пять миллионов. И куда он мог деть такую прорву денег? — Ну, говорят, этот дом обошелся ему в миллион. — Но остается еще четыре миллиона. Ну, скажем, промотал он еще пару миллиончиков. — Ладно. Шестьдесят лет назад, когда его вышвырнули с собственной шахты, он уединился здесь и стал практически отшельником. С тех пор его расходы не превышали каких-нибудь пятисот тысяч долларов в год. Если ему было что-то нужно, то он просто продавал в городе немного серебра. А откуда он его брал? — Я слышал историю о том, что он якобы распродавал серебряные дверные ручки. — Ну, и сколько серебра может быть в этой ручке? Пять фунтов? Это пятьдесят долларов. И сколько здесь было этих ручек? — Ну, согласен. Но Брэд уже не первый год рыщет по всей округе. Так что если клад и был, то он уже должен был бы его найти. — А ты сам видел замещение Старвайка? — Нет, но его видел Брэд. — И он взял тебя к себе в компаньоны? — А ему некуда было деваться. Мне известны некоторые подробности из его прошлого. — Это насчет того, что он является отцом Элеонорда Джевелин? — А ты-то как это узнал? — изумленно воскликнул Уолкер. — Ага. Знаешь, вы с Брэдом составляете весьма пикантный дуэт. Подумать только. Родной папаша и возлюбленный сговорились лишить бедную девочку всего. — Не надо нотации, Бигл, — огрызнулся Уолкер. — Так что решай. Либо ты продолжаешь довольствоваться жалкими крохами своего не слишком прибыльного бизнеса, или же без особых усилий получаешь очень даже неплохие деньжата. Я даже готов поднять ставку, раз этот сволочь Брэд бросил меня здесь. Скажем, половину от всего, что удастся здесь найти. Оттис Бигл задумчиво забарабанил пальцами по прикладу Винчестера. — Это ты убил, Лиси, Сокронко? Уолкер хрипло рассмеялся. — Ну ты и придурок. Я же был за рулем такси, в котором ты ехал туда. Ты подошел ближе к дому, чем я. И той ночью на тебе был рыжий парик. Вот и славно. Берт Фаулер сказал, что в него стрелял человек в рыжем парике. Свой парик я купил за семь долларов. Любой другой тоже мог купить такой же парик примерно за те же деньги, а может даже и дешевле. — Ну а зачем бы им это понадобилось? Послушай, скажи мне вот что. Зачем было преследовать Лиси, Сокронко? — Для того, чтобы получить завещание Айка Джевлина. А то зачем же еще? Оно было у Кронко. — И у кого оно теперь? — У того, кто убил Кронко. Твой напарник скоро вернется. Ну так решайся. Пятьдесят тысяч долларов. Биггл устало вздохнул. — О, Господи! И на что можно потратить такие деньги? — Ну так как, договорились? — Нет. В этот момент из-за двери раздался голос Джо Пила. — Я горжусь тобой, Отец! — Биггл хмыкнул. — Так, значит, ты подслушивал под дверью? — И не мог оторваться. Подумать только. Пять тонн серебра. По нынешним ценам это хозяйство потянет тысяч на восемьдесят на сто. — Но только ты его никогда не найдешь, — призвительно проговорил Дико Олкер. — Кто? Я? — переспросил Джо Пил. — Черт возьми, так ведь я уже его нашел. Олкер гневно задохнулся. — Врешь? — Нет. Я сразу же догадался, где оно. С первого же раза. Как только попал сюда. — Где? — Это я скажу владельцу. — А кто владелец-то? Ты этого не знаешь. — Разумеется, девушка, на которой ты собирался жениться. И все ради того, чтобы прибрать к рукам ее серебро. Элеонор Джейвлин. Олкер рассмеялся. — А если завещание Айка Джейвлина так и не будет найдено? — Откуда такая уверенность? — Оно было у Кронка. А Кронк убит. — Слушай, Олкер, а ты сам-то видел это завещание? Олкер замешкался с ответом. — Если я скажу, что видел, то ты обвинишь меня в убийстве Кронка. — Не угадал. Если ты ответишь, что видел его собственными глазами, я решу, что ты просто заврался окончательно. Если бы ты видел завещание, то ты не стал бы бродить по дому и простукивать стены и полы в поисках сокровищ. Ты бы точно знал, где находится клад. Айк Джейвлин был очень сентиментален. Так что все его состояние осталось в серебряном муле. — Неужели? — воскликнул Дико Олкер. — Ага. Я тут подумал на досуге, и у меня все сошлось. Думаю, что я распутаю это дело. Оттис, перережь ему веревку на ногах и пойдем попробуем разыскать нашу машину. Оттис Бигл задумчиво посмотрел на своего помощника, а затем перерезал шнур, стягивающий ноги Олкера. Поставив того на ноги, он проверил, надежно ли связаны запястья у него за спиной. — Ладно, Джо, — проговорил в конце концов Бигл. — Я полагаюсь на тебя. — Тогда гаси лампу и пойдем искать машину. Сейчас около половины десятого вечера, и, может быть, в гостинице еще не легли спать. Они вышли из руин дома, некогда считавшегося гордостью всей Невады, и направились в сторону холма, за которым пролегала дорога, где и была оставлена машина. Бигл и Пил конвоировали Олкера, шагая по обеим сторонам от него. Они успели пройти совсем небольшое расстояние, когда Бигл вдруг вскрикнул и растянулся во весь рост на земле, споткнувшись обо что-то. — Это что еще за дрянь? — возмущенно взревел Бигл. — Одна из статуй старого Айка. Это мул, — объяснил Джо Пил. Бигл поднялся с земли и захромал. — Черт возьми! Кажется, я сломал ногу. Что за дикий край? — Хоть бы поскорей вернуться к цивилизации. Нам что, обязательно оставаться на ночь в этой дыре? — Не знаю, как ты, а я останусь. Я устал. Они уже почти добрались до шоссе, когда дикий Олкер, до этого всю дорогу молчавший, вдруг сказал. — Послушай, Джо Пил, а что, Элеонор, все еще в Вирджиния-Сити? — Ага. И скоро ты ее увидишь. Я бы предпочел обойтись без этого. И запомни, хоть на этот раз ты и взял верх, но только против меня у тебя все равно ничего нет. Я просто искал клад, вот и все. Законом это не запрещено. Зато законом запрещено убивать. Ты сильно удивишься, если копнешь чуть глубже. Между прочим, во время убийства Кронка Элеонор Джейбрен находилась в том же самом доме. — Ну, про это знают даже полицейские, — лениво зевнул Пил. Когда она выпрыгнула из окна, то на земле остался отпечаток ее туфельки. Они вышли на дорогу в сотнях футах от машины. Но, отправившись по шоссе, вскоре нашли ее. Пил с удивлением обнаружил, что во всей кутюрьме он не потерял ключи зажигания. Вся компания погрузилась в старенький автомобильчик. Уолкер был усажен между Пилом и Биглом. Пил завел мотор и, круто развернув машину, отправился обратно в Вирджиния-Сити, развив предельную скорость — 30 миль в час. Когда они въехали в город, он был погружен во мрак, оправдывая свою репутацию города-призрака, каковым на самом деле он и являлся. Но в окнах гостиницы Сан горел свет, а перед верандой был припаркован большой автомобиль. Отец и дочь Лукас, так же как и Джейвлины, находились в холле. Помимо Элеонор и Гэри, здесь был и Сэм Джейвлин, до этого представлявшийся как Том Брэд. Он держал левую руку в кармане, а под пиджаком на левом плече угадывалась повязка. Здесь же присутствовал и Берт Фаулер. Одна рука его все еще была на перевязи, и через нее был небрежно перекинут дорогой клетчатый пиджак. «Бигл!» — воскликнул он, когда Бигл, Пилл и Уолкер появились на пороге. Джо Пилл поспешил занять такое положение, откуда бы ему было хорошо видно Тома Бретта. И Леонор Джейвлин стояла рядом. При появлении Пила она придвинулась поближе к отцу и демонстративно взяла его под руку. Пилл глубокомысленно покачал головой. Бретт усмехнулся. «Святая простота! Кстати, это недоработка твоего босса. Он пытается за один присест сыграть сразу все партии. Знаю, он блефует даже, когда играет в покер самим с собой!» — вздохнул Пилл. «С этим надо срочно что-то делать!» Судя по всему, оттис Бигл потерял ножны от своей трости сабли. Он взглянул на обнаженное лезвие и нахмурился. «Давай, Джо!» — сказал он. «Что? Давай!» «Ну, сам знаешь. Ты же сам говорил!» «А-а-а! Я собирался рассказать вам кое-что о серебряном муле!» Он взглянул на Берта Фаулера. «Послушайте, Фаулер, а вас-то каким ветром сюда занесло?» «Я тут по делам», — коротко ответил Фаулер. «Это связано с рудником серебряный мул?» «Ну, скажем, у меня все же есть к нему определенный интерес!» Саркастически заметил он. «Все-таки я со своим компаньоном владею пакетом из трехсот тысяч его акций». Джо Пил присвистнул. «Три сто тысяч!» «А сколько акций у вас, мисс Джейвлин?» И Леонор оторвала взгляд от Дика Уолкера. «Не так много. А какое это имеет значение?» «Не исключено, что немаловажно, — мисс Джейвлин, — сказал Фаулер. «Дело в том, что Совет директоров проголосовал сегодня за открытие рудника. Наши специалисты имеют все основания рассчитывать, что производительность рудника — это при том условии, что на нем будут проведены необходимые работы, — вмешался Том Брэд, — и, разумеется, на их организацию потребуются дополнительные затраты в виде сбора средств с акционеров». Фаулер загадочно улыбнулся. «Ну, естественно. Но хочу вас порадовать, всю шахту расчищать не придется. Так что было решено обойтись малым. Акционерам нужно будет внести всего по двадцать пять центов на акцию». «Ну что ж, Берт, совсем не хило», — заметил Джо Пилл. Фаулер холодно взглянул на него. «В связи с тем, что вы, Пилл, не являетесь акционером, то вас это совершенно не касается». «Дело ваше, конечно, но только позвольте заметить, что у меня в зубах больше серебра, чем вы сможете накопать в серебряном муле». «Слушай, Бигл, а твой напарник, оказывается, большой оригинал», — снисходительно заметил Фаулер, обращаясь к Отису Биглу, чей некогда безупречный костюм представлял собой теперь довольно жалкое зрелище. «Ну что ты, Джо — нормальный парень», — пробормотал Бигл. Пилл усмехнулся. «Спасибо, Отис. Ну что ж, раз желающих высказаться больше нет, то тогда я сам, с вашего позволения, скажу несколько слов на тему серебра и рудников». «Брэд, здесь все знают, кем ты являешься на самом деле». «Ну я так и понял. Ну что ж, Пилл, выкладывай, что там у тебя? Я слушаю». «Начнем с тебя. Насколько я понимаю, ты нашел сто фунтовый слиток серебра в доме своего отца. Там же ты нашел его завещание, не так ли?» Брэд пожал плечами. «Ты рассказчик, тебе виднее». «Конечно, кое о чем мне приходится лишь догадываться, но, на мой взгляд, мои предположения весьма близки к истине». «Так о чем идет речь в завещании?» «О том, что пять тонн серебра оставлены в серебряном муле». «Ладно, будем основываться на этом предположении». Значит, пока Лисий из Кронг проводил свои изыскания вокруг серебряного мула, Фаулер тем временем ломал голову над тем, как бы обернуть дело в выгоду для себя и заставить старых акционеров раскошелиться. «Пилл, я дам тебе высказаться», — сухо проговорил Фаулер. «Ну, а уж зато потом скажу все, что о тебе думаю». «Замечательно. Выслушаю с большим интересом». «Значит, вы наняли Лисииса Кронга, чтобы тот провел изыскание поблизости от рудника. От него требовалось положительное заключение, в котором бы утверждалось, что в недрах шахты все еще залегают руды на несколько миллионов долларов. Ну, конечно, за многие годы сам рудник пришел в упадок, но если его расчистить и должным образом все обустроить, ну, короче, все понятно. Том Брэд, я назову его этим именем, заприметил Кронга, занятого всеми этими изысканиями. И ему это совершенно не понравилось, ибо тогда он только что нашел завещание своего отца, в котором говорилось о десяти тысячах фунтах серебра в серебряном муле. И тогда Том Брэд отправился в Калифорнию на поиски своей дочери и Гэри Джейвлина. Он также выяснил, что Элеонор принадлежит довольно большой пакет акций серебряного мула, которые сама она считает просто бесполезной бумагой. Акций было достаточно, чтобы навести Брэда на мысль, что, возможно, у них есть шанс добиться своего, если дело дойдет до выяснения, кто является собственником старого рудника. Ведь в свое время прежние хозяева рудника оклеивали стены в конец обесцененными акциями, и к тому же прошло уже довольно много лет с тех пор, как кто бы то ни было покупал акции серебряного мула. Затем Кронг приехал в город и стал замечать за собой слежку. Какой-то человек попытался затащить его в темную подворотню и убить. Кронг запаниковал. Фаулер платил ему деньги за положительное заключение, которое можно было бы опубликовать. А, с другой стороны, семейство Джейвлин угрожало ему расправой, если он только это сделает. Джо Пил кивнул на Дикого Олкера. Сюда же приложил руку и неугомонный дружок Элеонор Джейвлин. Раздобыв где-то прекрасный рыжий парик, он принялся нагонять страху на Люсиеса Кронка. Разумеется, все это он делал лишь с целью помочь Элеонор. Ибо если ей все-таки привалит богатство, короче, жениться на богатой девушке не менее приятно, чем жениться на беспреданнице. — Заткнись, Пил, — не выдержал Дикого Олкер. — Ты просто трепло. — Ну, зачем же так ругаться, Дикки? — снисходительно заметил Пил. — Брань не украшает человека. — Надо хватит тянуть кота за хвост. Буду краток. Хотя отец и вел себя примерно показательно, Элеонора все равно ему не доверяла. И именно поэтому она наняла меня, чтобы проверить, встречался ли с ним Кронк. Вечером того же дня она отправилась навестить отца. Туда же в это время приехал и Кронк. Прогремел выстрел, Кронк упал замертво, а Элеонор вместе с отцом выбрались через окно в дальней части дома. Им всего-то и оставалось, что немного подняться в гору и свернуть на соседнюю улицу. В доме было полно полицейских и частных детективов. Когда Кронк подъехал к дому, Элеонор вышла в другую комнату. Затем она услышала выстрелы и решила, что ее отец убил Кронка. Брэд же знал, что стреляли в окно, и решил, что это его собственная дочь обошла вокруг дома и грохнула Кронка. Пил видел, как испуганные глаза Элеонор Джиглин остановились на лице Тома Брэда. Отец лишь усмехнулся ей в ответ и покачал головой. Пил кивнул. Но никто из них не стрелял. Так же, как не мог этого сделать и парень в рыжем парике, который только-только подъехал к дому в такси, в котором вместе с ним также находился мой многоуважаемый работодатель Отте Сбигл. «Это был...» «Это был человек, который догадался о том, о чем думал и Люси из Кронк. Если десять тысяч фунтов серебра на руднике серебряный мул нет, ведь Кронк обследовал весь рудник, то находиться они могут лишь в одном месте». Пил выдержал паузу, наслаждаясь произведенным эффектом. А затем тихо продолжил. «В завещании сказано «в серебряном муле». Но там ни слова не говорится о руднике серебряный мул. К тому же, к тому времени Айк Джейвлин уже многие годы вообще не появлялся на руднике. «Значит, значит, клад спрятан в серебряном муле, что находится в доме Айка». Первым не выдержал Отте Сбигл. «Джоу, но я не видел там никакого серебряного мула». Пил усмехнулся. «Придурок, ты же сам споткнулся об него». «И еще вроде бы коленки разбил». Бигл удивленно захлопал глазами, а затем ухнул. «Статуя!» «О, Господи!» Воскликнул Том Бретт. «Да, Бретт, вот такие вот дела», — развел руками Пил. «Тем более, что ты сам подвел меня к разгадке. Скорее, твоя винтовка. Помнишь, сегодня утром ты раза два пальнул в меня? Первый раз, когда я прятался за мулом. Пуля угодила в статую, скалывая тонкий слой бронзы и обнажая под ней серебро. Вот так я и догадался, где нужно искать». Он взглянул на дикого Олкера. «А ты стены простукивал. Да если бы ты хоть немного пошевелил бы своими мозгами, то давно бы догадался, что статуя мула ушла так глубоко в песок под тяжестью собственного веса. И если бы ты еще к тому же проявил чуть-чуть любопытства и навел бы справки о старом хрыче Айке Джейвлине, то узнал бы, что он был буквально помешан на мулах». И, немного помолчав, добавил. «Вот вы, дядюшка Гэри, знали же об этом, не так ли?» Чисто выбритые щеки Гэри Джейвлина залил нервный румянец. «Кто? Я?» «Ну да, вы, дядюшка Гэри. Ведь в свое время вы были горным инженером, так же, как и Люси из Кронг, и пришли к тому же выводу, что и он, что десять тысяч фунтов серебра не могли быть спущены и спрятаны в старой шахте заброшенного рудника Серебряный Мул». «Чушь какая!» — срывающимся голосом воскликнул Гэри Джейвлин. «А вы попробуйте взглянуть с моей точки зрения». Добродушно предложил Пил. «Фаулер хотел заработать деньжат на акциях. Кронг ему был нужен, так что он не убивал его. Юный Уолкер не мог этого сделать, а Том Брэд... Ну что ж, он тогда только что разыскал свою дочь, пытался наладить отношения и решил во что бы то ни стало сделать для нее что-нибудь хорошее». «Вот-вот», — встрял Том Брэд. «Я не собирался ничего такого говорить, но раз уж дошло до обмена любезностями, то я все-таки скажу. Пил, ты оказался гораздо умнее, чем я думал, но все-таки ты слабак. Сегодня утром, когда ты отстал и плелся где-то далеко позади, я быстренько зашел с другой стороны холма и понаблюдал в бинокль за Гэри, когда он рыскал вокруг дома старика. Похоже, что больше всего его привлекала именно та самая статуя Мула. И вот тогда я подумал... «Да, мастер ты говорит, Сэм Джейвлин», — зло заметил Гэри Джейвлин. «Это после того, как ты обошелся со своей женой и дочерью». «Век живи, век учись», — философски заметил Джо Пилл. «Я, пожалуй, мог бы даже согласиться и с тем, что последние два дня Брэд прожил по совести. Если бы...» — он нахмурился. «Если бы не шесть часов, проведенные в той дыре». «Я думал, что ты работаешь на Фаулера», — сказал Том Брэд. «А знаете что?» — вдруг подал голос Фаулер. «Я лично нисколько не удивлюсь, если вдруг окажется, что Гэри Джейвлин и есть убийца. Тот человек, что стрелял в меня, был в рыжем парике и не отнимал руки от лица. Но вот телосложением он сильно смахивает на Гэри, а вовсе не на этого парня. Да, чем больше я гляжу на него...» «Да будь ты проклят!» — сказал Гэри Джейвлин. Внезапно он схватил Элеонор Джейвлин и, прикрываясь ею как щитом, выхватил автоматический пистолет 32-го калибра, направляя ствол на Джо Пилла. «Брось пушку!» Пилл покорно разжал пальцы, и Кольт упал на пол. Его взгляд был прикован к тому Бретту. Старатель усмехался. «Ты был прав, Пилл. Ты верно угадал. Этот парнишка попытался набиться ко мне в компаньоны, и я взял его лишь для того, чтобы пустить тебя по ложному следу». Он стремительно шагнул к Гэри Джейвлину. За первым шагом последовал второй, и тут пистолет Гэри Джейвлина выстрелил. На лице Бретта появилось изумленное выражение. Он отступил назад и повалился на пол. Элеонор пронзительно закричала. Гэри выпустил девушку и отскочил к двери. Здесь он взмахнул пистолетом, направляя ствол на собравшихся. «Я не шучу. Сейчас я уйду, но первый же, кто выйдет из этой двери, получит пулю в лоб. Ясно?» Он выскочил на веранду, захлопнув за собою дверь. В следующий момент послышался звук работающего мотора. «Уйдет, сволочь!» — проговорил Джо Пилл. Тут старый Эд Лукас, необыкновенный для своих 73, 78 или 80 лет, бросился к стойке и выхватил из-под нее старинный пистолет. «У меня есть еще один такой!» — выкрикнул он, распахивая Настюш дверь. Устремившийся следом за ним Пилл видел, как Лукас остановился на краю веранды, облокотился о перила и выстрелил. Цель к тому времени находилась на расстоянии почти 300 ярдов от него. Быстро удалявшаяся машина с Гэри Джейвлином резко забрала в сторону, развернулась поперек дороги и на полном ходу врезалась в полуразрушенный кирпичный дом. Эд Лукас повернулся. «А мой отец проделал нечто подобное с 430 ярдов. Но уж потом разговоров-то было!» Оттис Бигл и Джо Пилл ждали самолет в Карлсон-Сити. «Ну что же», — сказал Джо Пилл, — «а теперь домой, обратно в большой город, где лейтенант Раферти, надо думать, устроит нам торжественную встречу». «Ой, Раферти», — проговорил упавшим голосом Бигл, — «а я про него и думать забыл. Зато он никогда ничего не забывает». «Так что ты там говорил насчет того, будто бы они с шефом собираются отозвать твою лицензию?» Бигл мученически застонал. «Ой, не напоминай мне об этом, Джо!» «Я-то не буду, Оттис», — пообещал Пилл. «А вот за Раферти поручиться не могу. И, скорее всего, он и мне задаст множество самых разнообразных вопросов. Ты же не хочешь, чтобы я лгал, не так ли?» «Когда-нибудь, Джо Пилл», — с горечью в голосе проговорил Оттис Бигл, — «когда-нибудь я все же тебя уволю». «Оттис, я уже давно об этом догадываюсь, и меня ужасно угнетает эта неопределенность. Тем более, что теперь мои расходы заметно возрастут, так как я планирую наладить самые тесные отношения с Элеонорд Джейвлин. Вот только ее отец начнет поправляться после ранения. А посему я решил установить с тобой чисто партнерские отношения и стать совладельцем агентства. Так что отныне это будет сыскное агентство Пилла-Бигла». Оттис Бигл едва не задохнулся от возмущения, но быстро взял себя в руки. «Бигла-Пила, Джо, Бигла-Пила», — назидательно поправил он. Если вам нужно утеплить и отделать лоджию, положить ламинат, устроить подиум в квартире, смонтировать потолки или перегородки из гипсокартона, установить дверь-купе, произвести другие отделочно-строительные работы, то вы можете сделать заказ по телефону 8903-689-3623.